Доброе утро! Давайте с вами прочитаем сегодня первое послание Иоанна, 4 глава, с 1 стиха. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога. И победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Дети, возлюбленные не всякому духу верьте. На самом деле, вот здесь чуть-чуть дальше написано, что много лжепророков появилось в мире. И опять вот это вот не всякому духу верьте, увещевание. На самом деле, время от времени на почву нашего сердца падают какие-то идеи. Иногда они странные. Иногда они кажутся нам вполне себе идеи нормальные. Кажется, что иногда в них есть какое-то зерно истины. Какая-то здравая идея, здравое основание какое-то. Иногда кажется, что вроде что-то не то, но все равно идея не отступает. То есть, либо это непосредственно кто-то нам сказал и произвел вопросы в нашей голове. Либо эта идея сама по себе к нам пришла в голову. Ну, не важно. Важно, что эта идея, бывает, что заседает, засаживается в нашу голову. Начинает там высверливать нам, извините за просторечие, начинает высверливать мозг. То есть, мы лишаемся покоя от какой-то идеи, какой-то мысли. Лишаемся покоя. Происходит смущение. Происходят какие-то вопросы. Человек начинает думать об этом. Иногда обратная картина. То есть, человек обуреваем становится какой-то идеей. Ему кажется, что вот прям откровение на него с ней зашло. И хочется очень поделиться этим. Но, если быть честным, то подспутно человек понимает, что все равно что-то как будто как-то не совсем то. И люди, которым он рассказывает, тоже как-то не совсем радуются, как вот по Писанию. В Писании, когда Божье Слово приходит, как вот мы на проповеди вчера говорили, оно приносит с собой мир. Но это я забегаю немножечко вперед. И так время от времени у нас возникает какая-то идея. И вот, когда эта идея начинает лишать нас покоя, она неотвязно нас преследует, ну, на самом деле становится такой прям навязчивой, то как раз-таки Павел вот об этом, ой, вернее, извините, Иоанн, а вот об этой ситуации и говорит, ну, об этой или подобных ситуациях, и говорит, что вот, скорее всего, вы попали под действие какого-то вот духа, идеи какой-то, да, вот, что-то вам было вот внушено, внедрено в сердце. И не обязательно мы здесь говорим, естественно, про неверующих людей. Верующие, бывает, попадают под какое-то влияние. И не всегда это влияние хорошее. Здесь написано, не всякому духу верьте. Да, с другой стороны, мы понимаем, что не нужно угошать, например, Духа Святого, когда Он что-то говорит нам, к чему-то призывает. Но для того и написано здесь стихи эти, для того, чтобы мы могли различать, для того, чтобы, как здесь написано, испытывайте. То есть этот дух, эта идея, которой мы обуреваемы, нуждается в том, чтобы она была исследована. То есть, иначе говоря, мы должны точно определить, от Бога ли эта идея или нет. Если от Бога, да и аминь, давайте о ней расскажем, давайте поделимся с людьми, давайте благословим Божий народ чем-то добрым, чем-то таким полезным, назидательным, от чего мы все возрадуемся. Но если нет, если в процессе исследования выяснится, что эта идея не от Бога, то лучше помолчать, лучше признать, что да, попал под влияние, обманулся, думал, что хорошо, а на самом деле фигня какая-то оказалась, и даже хуже, какое-то демоническое влияние. Вот. То есть, как отличить? Здесь написано, ну, четкие критерии. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. А четвертый стих нам говорит, дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. То есть, смотрите, я забегаю вперед, читая четвертый стих, он говорит о том, что мы в силе, в силах разобраться вот с такими вот моментами. С моментами, которые смущают нас, может быть, смущают других людей. Написано, что тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Речь идет однозначно о верующих, речь идет о нас с вами, ну, которые попали под влияние. Поэтому не расстраивайтесь, если такая ситуация происходит, если приходит какое-то отсутствие мира, именно от какой-то идеи, от какой-то мысли, ну, нечто сказанного, да. Вот, не расстраивайтесь, потому что здесь написано, что Бог силен. Бог, который в нас силен, дать нам мудрости, дать нам какого-то понимания момента, понимания вот это, как разделить. Давайте подумаем теперь, как это делается. Третий стих, кажется, запутанным. То есть, с одной стороны, вроде просто. Всякий исповедующий Иисуса Христа есть от Бога. Не исповедующий, значит, не от Бога. Вот. Но как идея, пришедшая к нам в голову, может исповедовать Иисуса Христа, пришедшего в платье, или не исповедует? Идея, если она о другом, она никогда не скажет, я верю в Иисуса. Или не скажет. Или скажет, я не верю в Иисуса. Да, вообще об идее странно говорить, что от какой-то идеи, мысли странно ожидать каких-то вот таких вот, какого-то такого-то исповедания. С одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что, например, здесь речь идет, вот если прям задуматься, да, прям подумать, поразмыслить. Речь идет не о том, чтобы сказать или не сказать, я верю в Иисуса. Речь идет о том, чтобы идея, которую мы хотим исследовать, она соответствовала Божьему Духу. То есть, когда Иисус пришел воплоти, как написано в Писании, Он явил Бога таким, какой Он есть. То есть, вот, именно вот это вот явление было во всем. И в тех словах, которые говорил Иисус, и в том поведении, которое было видно, когда Он был на земле. То есть, Иисус же ведь не всегда говорил. Слова произносил, да? Иногда Он говорил много слов. Иногда Он говорил мало слов. Иногда Он ничего не говорил. Вот. Но что-то делал. Или говорил какой-то минимум, а потом много делал. То есть, ну, по-разному было. Но во всех Его проявлениях, словом или делом, мы можем видеть характер Божий. И вот, когда мы смотрим на поведение Христа, мы можем видеть очевидные, совершенно и важные вещи, которые для нас могут быть ориентирами. Во-первых, мы видим, что Божье Слово всегда отделяет свет от тьмы. Оно всегда проводит вот эту вот четкую, резкую границу. Как это характерно, кстати, для послания Иоанна и для его Евангелий. У Иоанна всегда все контрастно. Черное и белое. Грех, не грех. С Богом. От Бога, от дьявола. Все четко. У него никаких там полутонов нет. Серых зон и всяких там полукрасных и недорозовых. То есть у него все четенько. Черное и белое. Именно вот примерно так Иисус поступал, действовал. И именно вот это мы должны иметь в виду, когда мы начинаем тестировать какую-то идею, размышлять о ней, думать. Потому что если у нас есть какие-то сомнения по поводу святости, по поводу от Бога ли это идея, ну это уже первый звоночек того, о том, что скорее всего здесь действительно что-то нечисто. Скорее всего что-то мы просто не понимаем, но явно какая-то ерунда. Что-то не от Бога. Еще мы видим, что в Писании, что Божье Слово, ну и в Евангелиях особенно, в посланиях, особенно в Деяниях, в посланиях Павла, мы видим, что Божье Слово приносит мир. Божье Слово, ну оно не всегда приносит мир, вот в нашем понимании. Иногда, как в случае с коринфянами, Божье Слово приносило, ну как это сказать, скорбь какую-то. Но тогда смотри пункт выше, потому что когда человек оказывается грешником в свете Божьего Слова, конечно, он от этого скорбит. Но это скорбь к доброму. Это не скорбь от последствий греха, это скорбь именно от покаяния. То есть тут надо тоже различать, я думаю, что объяснять даже не нужно, это понятно. Поэтому по общему правилу, в целом Божье Слово приносит мир. И всегда в Божьем Слове есть потенциал, что ли, мира. То есть поэтому, если какая-то идея лишает нас мира, это плохой знак. Это вряд ли от Бога. Ну, мира в том смысле, что она несет сомнения, переживания, непонятные. Следующая вещь, на которую очень важно всегда обращать внимание, это то, что Божье Слово вносит ясность. Иисус сказал, что Я есть свет. Иисус сказал, что Божье Слово есть свет. Божье Слово говорит, что Библия, Писание – это есть свет. И в свете Писания становится больше ясности. Когда к нам приходят какие-то странные идеи, становится больше неясности. Больше какого-то тумана, непонятности, нет четкости, нет логики, стройности. Потому что, если мы увидим Писание, то Писание, оно только на первый взгляд может показаться таким вот, ну, таким вот разнообразным, да, как лохматая голова. То есть один волос туда, другой туда, там не разберешься. То есть, что там, где, куда, кто, кого там, кто кого родил, кто кого зачем избил, там и так далее, и так далее. Но если мы будем разбираться прям строго, прям по полочкам все раскладывать, мы увидим, на самом деле, в Писании вообще очень четкую, ну, прям строгость, стройность повествования, изложения, именно изложения мысли. И не зря мысли помещены в разные места Писания. То есть, ну, в конце концов, Библия – это не энциклопедический словарь, чтобы у нас была там статья «Святость». «Святость» – все стихи на тему «Святость», да, все высказывания. Следующая статья «Милость». Все стихи на эту тему. «Спасение». «Святость» – все стихи на «Спасение». Следующая статья «Носить платок» или «Не носить платок». Все четенько объяснено, надо или не надо. Когда надо, когда не надо. То есть, ну, в конце концов, Библия – не энциклопедический словарь. Даже вот в этом подходе, в таком, когда мы вынуждены искать, сравнивать и так далее, явлена Божья воля относительно Писания. Вот, и так далее. То есть, это тоже тема отдельного рассуждения. Но главное понять мысль, что Писание, Божье Слово, привносит ясность. Оно не напускает тумана или какой-то там смуре. Вот, это то, что должно, ну, мы должны посмотреть на эту идею. Что идея, вот эта, которой мы обуреваем, и что она привносит? Ясность или она, ну, она несет больше ответов на вопросы, или она больше несет вопросов, чем ответов. Вот, то есть, следующий тест. Ну, и, наверное, последний тест – это то, что Бог в Писании всегда действовал с побуждением любви. Говорил ли он строго, говорил ли он мягко, говорил ли он о земном, говорил о небесном. Это всегда, он всегда действовал с побуждением любви. Вот, поэтому очень важно понимать. Вот идея, которая сверливает нам мозг, она, на самом деле, она толкает нас к чему? Что мы должны с этой идеей делать? Если мы послушаемся, то что? Будет ли больше любви в нашей жизни от этой идеи, от применения этой идеи? Будет ли больше устройства? Это отдельная тема, да, отдельный пунктик нашего теста. Я просто не буду уже останавливаться подробно. Уже на 14 минут наговорил. Вот, то есть, ну, вот таким вот образом, понимаете? Поэтому, на самом деле, Духа Божия, если поразмыслить спокойно, узнать не трудно. Поэтому, дорогие братья и сестры, предваряю вас вот такими словами, потому что, на самом деле, всяких вот, всяких мыслей странных, всякой еруды в жизни появилось очень много. И каждый, или там через одного, манят себя пророками, носителями откровения, там, или еще чего-нибудь. Ну, давайте держаться в Писании его твердости, его радости, его любви. Ходить в простоте и богоугодной искренности. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, различать Духа в Господе, от Бога ли они, от Тебя ли они. Молю Тебя о том, чтобы вот такой подход приносил мир, радость, устройство в нашей жизни, спокойствие. И чтобы мы строили жизнь свою на твердом основании, чтобы мы не поддавались каким-то эмоциям, каким-то лукавым там, каким-то вещам. Благослови нас, пожалуйста. Мы хотим знать Тебя, любить Тебя всем сердцем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.